В течение пяти месяцев в пятиюжных районах Молдовы реализовывался проект «Женская повестка на местных выборах-2023». Он был запущен общественным объединением «Альянс женщин Юга Молдовы» с целью повышения уровня участия женщин на местных выборах в качестве кандидатов в примары и советники местных советов. Подводя итоги проекта, его координатор Оксана Гоценко отметила, что из 30 участниц на местных выборах баллотировались в качестве кандидатов в примары 8 человек и кандидатов в советники первого и второго уровня 13 человек. Это составляет 70% от всей группы. В результате выборов советниками стали семь женщин, примаром – одна, что составляет 38% от участвовавших в выборах. У нас есть те, кто выиграли и получили мандат примара, советника сельского совета, советника городского совета. И у нас есть участница, которая получила мандат советника районного совета. К сожалению, есть у нас те участницы, которые были сняты с гонки в связи с их партийной принадлежностью. Среди наших участниц также были и те участницы, которые проходили обучение, и в их планах, наверное, было в дальнейшем принять какое-либо участие. То есть, они пока обучались. Светлана Регуш баллотировалась в местный совет села Котовское как независимый кандидат и оказалась в избирательном списке единственной после снятия с предвыборной гонки партии «Шанс». Поэтому выборы в данном населённом пункте были признаны недействительными. Следующую попытку войти в орган местной власти Светлана предпримет 19 мая 2024 года. По словам женщины, участие в проекте стало для неё хорошей возможностью проявить себя и научиться чему-то новому. Лично для меня очень важную роль сыграло, так как я была ранее 8 лет советником. Я участвовала и в примарские выборы, выдвигалась как кандидат в примары Солокотовское. Но в определённое время я как-то разочаровалась и посчитала, что я не должна уже пойти в политику. Но меня пригласили в данном проекте. Несмотря на то, что я уже участвовала в политике, но это новое, что-то новое. Я обучалась чему-то. И это мотивировало меня всё-таки, чтобы я баллотировалась как советник села Котовское. В ходе заключительного мероприятия участницы проекта делились своим опытом, полученным в ходе предвыборной кампании. Нужно, чтобы свои мысли донести до людей, чтобы больше женщин пошли на выборы и чтобы они не боялись своё мнение высказать людям. Женщина должна участвовать в политике, но женщина должна обучаться политике. Женщины должны понимать, куда они идут, и должны расти как политик. И эти тренинги очень важны, потому что нигде этому не научишься, и никто это тебя не научит. И нигде бесплатно не будут проводить тебе курсы, будут тренера обучать тебя. Это очень огромная возможность для наших женщин, сельских женщин, саморазвиваться и научиться чему-то, и научиться стать лидером. Каждой участнице проекта был вручён сертификат о прохождении обучающего курса по передовым избирательным технологиям. В рамках проекта «Женская повестка на местных выборах-2023» также были проведены тренинги для избирателей с целью формирования осознанного выбора. В них приняли участие 80 человек. Данный проект был реализован при финансовой поддержке фонда «Восточная Европа» на средства, предоставленные Швецией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова